Так, ну что ж, здрасте всем. 22 ферма, карта Писковице, по-моему, так называется она. Это не прохожение, просто... просто одна серия, вот и всё. Поработаем немножко, так сказать. Так, в первом деле он, как обычно, ну, три дня, сложность средняя, спашку тоже, грязь. Так, автозапуск не надо, не надо, не надо. Высокий. Выкол, 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 выкол. Так, что у нас тут по технике? Ага. По технике у нас вот что, да? А что у нас по полям? У нас тут получается даже базы никакой нету, да? А тут утром, вот карта шикарная, надо попробовать, блин, тебе понравится, прям супер-пупер-мега-супер, прям офигеть какая карта. Так, что у нас по полям получается? Какой поль-то взять-то? Ну, можно взять одну здесь, другой какой-нибудь здесь, созревшая. Так, вот, 83-я, да? Ой. А, еще как раз он так, прогружается долго. Так. А, ну и так 83-я называется. Здесь прикольно. 83-я. А я могу, в принципе, денег добавить, это же не прохождение, просто денег добавим-то еще. Вот и все. Так. Земля, в принципе, хорошая. Так, тут что у нас? 38-е возьмем. Так, ну, эту всю технику я использовать не буду. Так, технику мы удаляем вот отсюда. Все, техники нет. Заодно и посмотрим, где она появится. О, уралпак. А, даже два Урала, нифига себе. Так, уборочная техника. Блин, можно даже, на самом деле, попробовать на Доне поработать. Почему бы и нет? Давайте на Доне поработаем. Ну, чисто на уборочной валки ничего создавать не буду. Так. Экспорт. У нас же все-таки действие в Польше происходит. Комплектация. Ну, надо хотя бы этот измельчитель какой-нибудь поставить. Да, вот такой вот. Номер не надо. Отопитель пусть будет. Кики. Облицовка. Без разбрасывателя. А, типа он волки... В смысле, тут надо отдельно, что ли, все это включать? Смотри, с разбрасывать. То есть он разбрасывать будет. А так он, получается, волки будет создавать. Ну, давай. Без разбрасывателя. Или наоборот, сейчас неправильно сделал. Так, прицепного не надо. Вместимость чуть-чуть побольше. Кабина, цвет. Ну, все, берем. Так, жатку, наверное, можно, в принципе, и 6-ти метровую взять. О. А, наклейки-то не надо. Так, все щитки, номер, защит, задний щит, задний щит. А, это вот этот, что ли? Нифига себе, раньше такого не было. Ну, я хрен знает. Ну, в такой, наверное, все застревать будет вся эта мелочь. Вот из этого легче будет всякую мусор вытаскивать. Так, теперь мне нужна тележка. О, нифига, тут даже вон конфигурация есть. Пишу, вот это автор сделал классно. Все, комбайн есть. Ух, запыхтел-то как. Настраиваем сразу управление. Полный привод вырубаем, потому что тут нету. Немножко скорость помедленнее. Беларусь. А почему Беларусь? Ну, я просто без понятия, где эти домные вообще производятся. Я думаю, что Ростов-на-Дону, Ростонные. Ну, наверное, нет, похоже. Так, а у него автопогрузка жатки, интересно, есть? Автор, интересно, добавил в это? О! Это хорошо. Так, сейчас жатку. Барен, я, по-моему, задние колеса неправильно поставил. Инвертируем. А, и прицепного не поставил, молодец. Так, мы находимся здесь. Значит, нам нужно, получается, направо и вперед туда. Или налево, на 83-е. Какое ближе-то? Ну, ближе 83-е, наверное, поедем туда. Так, получается, налево. Погнали. Так, тут что у нас с трафикой? Ай, блин, есть. О, я, наверное, трафик вырублю, потому что тесновато будет. Ну, лягушки. Что по фпсу? Ну, я не ожидал другого результата, сами понимаете, это же больше. Они хоть и качественные, но, блин, тут, видимо, железно все-таки покруче. Да, да он, конечно, неспешный такой. Ну, что-то прям такая, знаете, глубинка, прям все так это... Зато дорога, вон, какая хорошая. На наших картах, ну, хотя бы, вон, заплатка уже стоит. Ну, может, там что-нибудь это ремонтируем, может, там прорыв трубы какой-нибудь был. Вот на наших картах нужна такая дорога, блин. 21 век, блин, на дворе. Дороги до сих пор говнистые на наших картах. Я не имею в виду в стране, а на картах. Так, прямо, да? Ну, плюс-то первый запуск, поэтому немножко подлагит. Там, по-моему, даже маленькие коровы ходят. Ну, теляты и маленькие коровы. Это как это... Блин, в каком фильме-то? Эра... Эра Альтрона-то. Люди там рожают маленьких людей, так он говорил. Вот и я тоже, блин. Альтрон, блин, недоделанный, фермерский. Так. Ну, дальше получается. Как-то эта гамма тут настроена. Точнее, контраст как-то тут под руком. Как-то серовато немножко. Непривычно даже. Но в целом, карта интересна. Пока что не могу, конечно, сказать, насколько. Просто решил попробовать. Почему бы и нет? Так сказать. Первый взгляд, все такое. Вместо вот этих вот поездок, туда-сюда ездить, что-то там показывать. Ну, вот спокойненько приехали на поле, которое все в сорняке... В сорняке. Так, это точно мое? Да, я напротив него. Вот тут как раз стану. Арендую сейчас какую-нибудь МТЗ-шку. Ну, или что-нибудь другое. Так, маленькие трактора. Ну, вот тут, кстати, и мотоблок будет весьма актуален. Ну, давайте арендуем, знаете какой? Вот, вот это тут. Хотя он не особо тут нужен. Вот я хочу 890. А, я думал, опять нельзя менять, блин, конфигурацию. Так. Ну, у меня, в принципе, все тут устраивает. Ну, так, в принципе... Да его можно даже... А, подожди, надо только это поставить. Тонировка, мигалка, лестница. Вот, крепление. Треугольник поставить. Ладно, куплю уж. Вот тут нормально все управляется. Чуть-чуть на кировцах не управляется, блин. А, подожди, управлять-то я не настрою. Это что, типа магазин такой, что ли? Или ты точка спал? Или ты что, магазина по сути никакого нет? Так, контроль тяги. Это все вырубаем. Так, по высоте вроде нормально. Ну, все, погнали. Ай, блин, это... Цвет окон не поставил. Блин, прям это... Там просто есть нормальная тонировка. Прям цвет такой приятный. Тут прям такое все это... Не то. Так, а... Что вообще это за место такое? А, тут только так, может, и сколько? 600 миллионов. Перекупщик, куча продажа. А базу-то где тут строить, блин? Тут и вообще моя база-то. А, тут коровы. Странная какая-то карта. Там курят... Курят... Цыпляцы хоть курят. Так, немножко поубираем пшеницу. Ну, сколько получается? 30-35 минут. Карта-то вроде недавно вышла. Круза вчера. Во вторник она вроде вышла. Обычно же мода теперь не в понедельник. На модхабил входит, а во вторник. Целой такой пачкой. Вот надо было такое МТЗ взять на Балдейкину. Брюк-то так хорошо. Ну, хотя, чё, жадку себе мечтаешь? Так, как раз. Интересно, у меня... Ну, вот, даже поворотники работают. Антипробуксовочную включил. Теперь намного лучше себя ведёт. Ай, чё-то в глаз попало. Так, всё это, конечно, интересно. Но куда мне всё это дело... ...потом везти? Или сразу на продажу? Алё. А чё он меня не отпускает-то? А, наверное, то, что не до конца, наверное, поднялся. Так, куда бы мне встать-то? Где-нибудь тут, наверное, встану. Никаких дорог нету. Такая, знаете, особенность польских карт. Так, ну здесь пойду по краю уж. Правда. Чё тут разворачивают. Всё? Подождём. А, наверное, типа анимация раскладывания этого бункера. Такая невидимая анимация. Так. Блин, я тут... А, тут, видите, тоже опять-таки это фигня с GPS-ом. Кривые поля, получается. Нужно вручную постоянно GPS настроить. А, вот про чё Руслан говорил. Ну-ка, попробую тогда без соломы. Вон, видите, тут стерня какая-то интересная. Надо было тогда побольше комбайна взять. В смысле, не комбайна, а жатку. Тут по... А, тут камер или есть? Нет, нет. Ну да, вон, видно, где я проехал, получается. Там немножко ниже стерня. Или, мне кажется... Ну-ка, подожди. О, суши и правда. Или он её топчет просто. Ну-ка. По-моему, он её топчет просто. То есть, такие колеи создаёт. Ну-ка, если так вот будет. Да, вон, видите, пропадает немножко. Вон, видно. Да, суши, интересно. Ну, то есть, как в жизни получается. Ни одного... Ни одной высоты стерня, а получается то, что колёса им прикоптал. Блин, это круто. Ну, поляки, как всегда, впереди планеты всей. У них, кажется, всё время такие хорошие получаются. Да, и вот все эти наборы введения валюты. Тут надо тогда, по идее, взять компайн с двойными колёсами. Типа вот не холода, который я использовал на Малиновке. А получается, работника я тут тоже толком не смогу запустить. Он поедет так же, да, в сторону. Ну, да, стерня тут интересно сделать. Надо тогда какое-то ещё поле купить, посмотреть на как на другом поле будет всё это реализовано. Ну, в смысле, не поле, а культура. Так, так, я не смог, блин, тут... Ну, слава богу, что тут есть поля, которые большие такие. Если их объединить, то там такое поле получится, блин. Вот это с 44-го по 30-е. Так, криво пошёл уже. Кнопки у меня не настроены. Урожайность, конечно, так себе. На другое поле сейчас этот Нью Хоунт арендует. Ну, слушай, прикольная карта. Любителю Половы эта карта, мне кажется, понравится. Тем более, тут есть где разгуляться. Вон, даже я уже вижу, где можно базу сделать. 143-е поле, видите. Там сразу можно лесопилку поставить. Ну, да, она чем-то Полову напоминает. Но по ней надо немножко прокатиться, понять. Вот, где вот 66-е поле. Там что-то, я не понял, что там вообще такое. Ну, далеки, дорогие какие-то. Подожди, я, по идее, могу сейчас отсюда немножко даже увидеть это место. Ну, я хрень знает, что там такое. Может, покупка извести, еще что-нибудь. Интересно, это как в виде скрипта какого-то? Или это особенность карты? Ну, да, видно, ну, не таким невооруженным взглядом. Видно, что такая небольшая колея есть. Ну, и это... Как его? Сама стерня, видите, она как-то эта... Текстура другая совсем. Блин, тогда сюда, знаете, что еще на культиваторе. Ну, попробовать покультивировать, как все это будет выглядеть. По-хорошему, надо взять, конечно, дисковый культиватор. Посмотреть, как это все будет выглядеть. Как вся эта перемешанная стерня будет выглядеть. Подожди, а под текстуру что? Ну, я, честно говоря, не знаю, тут модовая, не модовая. Я как-то особо не вглядывался в эти текстуры. На стандартных картах особенно. Блин, слушай, без GPS, вот так вот, со свободным управлением, одно удовольствие убирать. Если же с такой вот узкой, жадкой, мне никуда даже смотреть не надо. Ну да, что-то в этой карте есть, конечно. Я что-то не помню, чтобы была такая карта, где вот так вот стерня применалась. И чтобы она вот именно вот такая была по текстуре. Если вы помните такую карту, напишите ее в комментариях. Просто давно я никакие карты не смотрел. Да и, наверное, все-таки поменяю стиль просмотра карт. Буду вот так вот, чисто серия и все. А то вот так вот туда-сюда прокатился, что-то посмотрел и все. Кому это интересно? Мне вот интересно, как вот сейчас. Взял комбайн, трактор, пошел убирать, все. И в процессе выясняется вот такая фигня. Ну и то я про нее не знал, это Руслан сказал. Так, значит, сейчас что дело? Доезжаем, берем трактор с культиватором дисковым каким-нибудь и попробуем, что будет из этого. Надо будет тогда на той стороне взять какое-нибудь другое поле. Посмотреть, какая стерня будет у другой культуры. Желательно, конечно, у какого-нибудь корнеплода, там, или куку... Блин, у кукурузы, мне интересно, какая стерня. Но ее, скорее всего, не получится сейчас взять, да? Седьмое поле. Да, восьмое поле еще не созрело. Можно, конечно, сделать так, чтобы оно прямо сейчас созревшее было. Тем более, это же не прохождение, мы просто смотрим. А следы-то какие жирные остаются. Тут земля, походу, прям вообще шикарная-шикарная. Тут я подумал, что-то карта подозрительно много весит, блин. Почти 500 мегабайт, а она такая, вот... Но она большая. По-моему, стандартный размер, а может даже больше. Ну, хрен его знает, посмотрим сейчас. Так, тем временем у меня почти полный бункер. Ну, наверное, до конца поля хватит. Эх, жалко, что я сегодня ничего не вышел. Ну, походу, обновление на Киберпанк выйдет только ближе к вечеру. Так что... Ну, и не факт, что буду ее записывать. Если буду, то на другой канал уже буду выкладывать. Эх, наверное, не хватит, блин. 7500, да, бункер? Хоть бы хватило, хоть бы хватило, хоть бы хватило, хоть бы хотел... Вот так вот буквально. Так, поскольку здесь никакого движения нету, предлагаю встать прямо тут. Жатку опустим пока. Турбина выключилась. Так, дисковый культиватор. А, тут только такие. Блин, ну этот культиватор, по-моему, за собой не оставляет вот этого стерни переработанной. Поэтому надо будет взять чуть другое. Ну, или можно просто культиватор взять. Они, по-моему, тоже ничего такого не оставляют. Для неглубокой нужен культиватор. Вот, для мелкой культивации. Ну, или дисковую взять какую-нибудь. А, подожди, вот эта вот турбо, она же как раз-таки это и делает. Ну, вот тогда ее и возьму. Так. Нужен трактор средний, получается. Из средних тут только 160, да? Я могу у ТЗХ, в принципе, взять. Колес какие-нибудь двойные. Нет, по-моему, как-то они... Вот эти вот выхлопные, щитки. Нет, мне не надо. Остекление пусть такое-то, такой кооператив, передняя навеска. Да пусть будет. Так, здесь ничего менять не буду. Чисто в аренду. Ух, блин, ЕМЗ как завелся. Ща как в бой поедет. Так, о, ЕМТЗ-шный на полторы тонны. Да зачем? Рано еще гореть. Так, сразу управление по умолчанию. Он, по сути, тоже дисковый, просто он для такой, наутиловской технологии. Да, блин. Да, блин. Слушай, с двойными колесами он, кстати, тоже довольно-таки приятно смотрится. Эх, надо было перекрасить немножко окна. Что-то как-то синим он дает. Эти звуки же, по-моему, тоже Ирлан писал. Вот эти звуки знакомы, это уж практически на всех, блин. И, как их там называть, тестиках ставят. А вот внутри что-то новое прям. Потому что я толком на этот двигатель-то не стоял. На удивление, расход не такой большой. Ну, посмотрим сейчас, как в поле будет. Можно, конечно, взять еще дисковый какой-то. Просто от того дискового она, получается, сразу все, земля уже просто готовая будет уже. Он не будет ее, как это, с истерней смешивать. Культиваторы, по-моему, тоже все так же делают. Блин, с этим двигателем он даже как-то это, как-то грозно уже выглядит, блин. Считай, я им защита, все, блин, сила, блин. Хоть и солярус жрет, как потерпевший. Слушай, у него это холостые такие приятные. Ну-ка. А, ну стерня, в принципе, такая же после уборочной. Да, тут ничего нового. В принципе, все по стандарту. Так. Я предлагаю сделать вот что. Взять поле где-нибудь тут. Так, сейчас берем другой комбайн уже. Нет, он возьмем какой-нибудь... Ой, куда я вообще? Где? Какой-нибудь стандартный. Можно вообще силу с них взять. А, ладно. Так, а у тебя есть? Нету. А у тебя есть? Есть. Так, дизайн корпуса. Мне вот этот мой любимый. Так, колхоз, труба. Корпус, шнек, все, берем. И жатка своя есть. Так. Так, пока все это вырубаем. Полный привод пока, наверное, нет смысла включать. Хотя у него вон какая пробуксовка сразу начинается. Как будто развесовка у него такая немножко странная. Поехали, что-то. Я просто забыл, что у этого жатка не складывается. Деревня такая интересная. Какая-то, знаете, интересная карта. Так, куда едем-то? Ну вот, доедем до 38-го поля. Там кое-что сделаем. Махинацию эту. Ну, согласитесь, природа тут сделана так вот интересно. А знаете, что напоминает-то? Осину нами напоминает. Блин, а может в ту сторону поехать? Подожди, а там что у нас? А вон, 30-е поле где? Или может доехать сразу, где 143-е? Рядом с лесом. Заодно посмотрим, что там по ФПС. Осину напоминает. Тоже была такая. Ну и есть хорошая карта. Ну слушай, выглядит интересно. Как-то природа просто сделана так, знаете, натурально. Я, конечно, не знаю, как в Польше на самом деле. Но, блин, выглядит очень даже неплохо. Поляки вообще молодцы. Они умеют карты строить. Иногда, конечно, такое говно у них выходит, блин. А иногда и ФПС, блин, просто в жопе находится. А иногда прям вообще красота. Вот, в принципе, 29-е можно было бы взять. Или 30-е. Так, а может, вот до 145-го доедем? Далековато, конечно, но зато рядом, получается, с потенциальной базой будет. Так тут, получается, не производство, ничего. Какие-то вот точки продажи есть. Вот где вот 66-е пуль, наверное, туда-то пэхнуться. Культура тут, скорее всего, все стандартные. А вот кукуруза, кстати. Подожди, а что там дальше-то вообще? Так, нет, нет, вот туда. Ой, мне тут уже больно большое поле. Ну вот, давайте-то вот это вот. Сейчас кое-какую махинацию сделаем. Ну, текстура, наверное, модовая. Не знаю, не могу ничего сказать. Так, заходим вот сюда. Берем, получается, кукурузка засеяна, растет, растет. Так, спашка есть, это есть, это тоже есть. Известь есть, удобрение есть, камни выбраны. Прикатка это не надо, покупка подтвердить. А, ну подожди, ту кукурузу я мог, получается, силосником убрать. Ну ладно. Мне просто интересно, как это будет выглядеть вот так вот. Меня стерня интересует именно от этой культуры. Так. Тут интересно, GPS-ом прокатит. Просто поле. Сколько он выставил? 100,5. Ну давай посмотрим. Не, по-моему, уже криво идет, да? О-о-о, нифига себе тут стерня, какая интересная. Только криво немножко иду. Надо примерно, наверное... А, вот все равно выставляет так, да? Видали, какая стерня? И он тоже топчет это. Блин, вот именно вот этого мне не хватало на малиновке. Делки-палки, вот это классная карта. Учитесь, товарищи-мододелы, блин, у польских товарищей. Но культура явно... Текстура явно модная, потому что видно, какая она четкая, блин. Все, теперь полова не топ, к сожалению. Вот топ. Ну это и значит, что я буду ее проходить. Ну если уж прямо очень сильно попросите. Прямо очень-очень сильно. А, интересно, какая бы стерня была, если бы я силосик использовал? Ну, она такая же, просто цвет был бы другой. Прикольно, что тут внизу еще какие-то вон сорняки растут. Маленькие такие. Так, это поле что такое, длинное что ли? Да. Так, у какой культуры можно бы еще посмотреть? По-хорошему можно еще у картошки посмотреть, как все это выглядит. Но картошку не особо люди собирают. Ай, блин. Палец. Картофель. Подсолнухи. Вот что еще можно глянуть. Вот что-то я вообще уже в сторону поехал. Вот рядом поле с подсолнухом. Сейчас мы его превратим. Ну, наверное, в плане культивирования тут, наверное, мало что изменится. Видимо, автор именно на этом упор сделал. Ну, видали, как сделали. Нифига, тут даже... Она даже не пропадает. Она как приминается. Блин, это вообще круто сделал. Ну-ка, наверное, игрока на реагирует. Даже на игрока реагирует. Присать. Представьте, представьте, как реагирует. Ну, как-то странно. Здесь стебли вон какие уже пожелтевшие. А когда ты скотч, они вот такие вот. Зелененькие еще. Блин, ну вот это автор, конечно, классно сделал. Выглядит просто шикарно. По идее, это должно быть все в базовой игре. Никаких там мододелов, никаких скриптов не должно было быть. Не удивлюсь, если это в 24-й ферме добавить. Скажут, вот это новая геймплейная фича. Как всегда, оно и бывает. Насчет картофеля, не знаю. А подожди, а если просто попробовать заехать, затоптать без сбора? Ну-ка. А, ну, по идее, то же самое. Да, просто затоптанная. Ну, видишь, не полностью пропадает, а как затоптанная. Типа ее уже скосили. Блин, ну согласитесь, выглядит просто шикарно. Так, задний ход. Напоминаю, это не какое-то там прохождение, это мы просто смотрим карту. Так, подсовнухи засеяно, нет, не засеяно. А уже и созрел. Покупка. Тут, по-моему, тоже модовый. Интересно, а, подсовнухи, я хотел... О, что такое? О, нифига себе. Не знал. Реально не знал. Можно щитки убирать, оказывается. Хоп, убрал. Ну, про эти боковые я знал. А, надо этот, бункер опустошить. Ну, тут, наверное, тоже примерно то же самое будет, скорее всего. А, слушай, тут, по-моему... А, нет, пропадает. Они просто короче становятся, но они не... Не пригибаются никак. Он даже жатку немножко выше поднял. Ну-ка. Ну, да, тут попроще, но все-таки вот же, как он растет. Блин, мне интересна теперь текстура земли. Именно в плане обработки, после культиватора. Возьмем наш культиватор и какой-нибудь МТЗ. Вон, возьму 12.21. Что-то уж наверняка. Так. Приборная панель, конечно же, современная. Так, ну, в принципе, все. Это последнее, что я хотел глянуть. Ну, знаете, мелочь все равно, но она как-то это все равно влияет на восприятие карты. Когда ты, тем более, постоянно на полях торчишь, за всем этим наблюдаешь, смотришь. Так, это не складная, да? Вот она будет болтаться. Так, наверное, не будет болтаться, наверное, на поле. Ну, вот эта задняя часть. Ну, что-то я разогнался прям. Что-то я даже соскучился по звуку двенашки-то этой. А я что, опять что ли свободное руление включил? Да хотя и так тоже весьма неплохо. Был бы руль настоящий, хотя я видел на зоне, случайно, есть в рекомендациях, выпал руль какой-то там. Хрен пойми какой. Ну, судя по отзывам, хороший. Там даже есть режим переключения. 270 градусов на 900. Но по факту он там тысяча... 1010, что ли, у него градусов. Коробка, сцепление. Там кронштейн, блин, там стол нужен, будь здоров, нафиг. Вот только единственное, у него две кнопки прямо на руле. Это, мне кажется, не совсем удобно. Не помню название, но такое название замудрено. Не GT, не что-то такое, не Trust Master, что-то там. Хрен пойми, короче. Так. Да нет, тут надо уж все-таки возврат в руля включить. Какое-то вот странно-то смотрится. А, в смысле он тоже, что ли? Подожди, а на этих на скриншотах он вроде... Ну, мне показалось, или он застревать начал. Ну-ка. Медаль, а сейчас полный прет. Там Ирлан, кстати, скинул целый пак этих скриптов всяких. Там Ирея, и все такое. Блин, Врея, я что-то не хочу ставить. Подожди. Тогда надо взять другой культиватор, который точно сразу... По-моему, по-моему, вот эти вот американские как раз-таки подходят. Интернационально. Так, это черный, цвет обода такой. 92 кобылки. Ну, давайте другой какой-нибудь возьмем. Какой-нибудь средний. Ну, вот эту МТЗ-ку можно взять. А, я вот чуть-чуть готовый какой-нибудь вариант. Вот. Так, 180 хватит. Противовес. Звук дизелька приятный, конечно. Оказывается, это трактор собирают в этом. В Канаде. Это я заметил, когда вот сюда посмотрел. Вон. Маде ин Канада. Вроде трактор японский, а собирают в Канаде. Но, опять-таки, это же это... Как это... Как это называется-то? Как там экономически? Или как там... Торговая экономика. Ну, когда у тебя есть марка, а что-то производится в другой стране, потому что тебе это выгоднее. Это не в одной стране ты будешь все производить, а... Ну, как глобальный рынок, все такое, когда одно с другим связано. Сейчас, получается, невыгодно что-то в одной стране производить. Намного выгоднее что-то в другой. Собирать в другой. Потом это там собирать. Это там. То есть, как это все глобальное. А не как вот ты, получается, взял, закрылся, И все у себя пытаешься произвести. А в итоге ни хрена ничего не делаешь. И в итоге еще и качество давно. Ну вы поняли о чем я. То есть в современном мире он таков. Ну что-то вот так сейчас тряхануло. Так, полный привод. Хотя тут наверное он не обязательно. А вот тут вот видите складывается. Но он причем видите не за счет этой гидравлики. А просто вручную. Хоп и все. Здесь по идее можно было бы тоже что-нибудь такое организовать. А, вот. Слушай, мне кажется или текстура вот этого анимации земли. Тут какая-то земля, она это какая-то светлая. Ну он еще смотрит, постепенно опускается. Слушай, и правда тут земля такая светлая. Такая какая-то, знаете, не чернозем. Уж точно какой-то другой тут тип земли. Можешь кстати посмотреть. Так, темы. Да ладно, только не говори, что тут еще и за то, что земля разная будет, это по-разному все это виднец. Так, купить данные. Это мы сейчас получается проехали по суглинку поехали. Ну нет, в принципе цвет одинаковый. Просто на наших картах земля такая черная. Тут прям видите, как это светлая. Так, 38 минут. Ну в принципе, вроде бы все посмотрели. Больше что-то смотреть в плане культуры я даже не знаю. Но можно в принципе прыгнуть вот тут местечко одно есть. Так я не посмотрел. Что это вообще за место? А, известь. Подожди, а тут игрушки интересные есть? Там, да, есть полисовки. А где это было-то вообще? А, тут нету игрушек? Нифига себе. Ну, такой вот карьер. Голубь. Колуби слышно было. Так, а здесь что у нас? А, там еще по краям вон что есть. Задники такие. Да, наверное, так проще будет посмотреть. Но сюда меня, наверное, не пустят. Да. Вот, хорошее место для базы. А, тут деревья такие, которые надо спиливать и просто тащить. Блин, полей тут, конечно, капец как много. Ветряки. Но мне кажется, через какое-то время эта карта надоест. Мне вот слишком пустые карты, не особо нравятся. Так, ну это просто задники. Да, выглядит круто вся вот эта вот идея со стерней, конечно, классно. Но, блин, на одном этом далеко не уедешь. По идее, все вот это можно удалить и свою тупо базу сделать. Так, ну это все чистое точка продажи. Такой вот коровник интересный, кстати. Весьма интересный. Коровы тут уже ходят. Ну это чисто такое, чужое хозяйство уже. И тут тоже коровы ходят. Томик таком, в нашем стиле. Ну типа тут другие фермеры живут. Чтоб какая-то иллюзия тут была, так скажем. О, комбайн. Это, по-моему, доминатор, да? Ну тут база прямо у чувака. А, в смысле это чё, типа? А, в смысле это магазин? Чуть непонятно вообще. Так, тут уже все. Где мы еще не были-то? А, ну можно, в принципе, культура посмотреть. Но мне кажется, они тут стандартные все. Хотя вот этого я что-то не помню. А, это же все можно... А этого тоже нет. А вот это что за... А, это цветочки, это производство цветов. Блин, это вот что за фигня. Вот. Слушай, интересно, тут пространство под картой. А. Это там только такая фигня. По-моему, даже текстура свеклы тут немного другая. Контракт, интересно, есть? Есть. Ну все, в принципе, посмотрели. Хорошая карта, поэтому пробуйте на официальном сайте. Она есть. Меня интересовало вот это, что, что русалка сказал. Вот тут супер-пупер-мега-нано-стерня. Прям красота нафиг. Ну, в принципе, да, так оно и есть. Поэтому пробуйте, качайте, наслаждайтесь. Поэтому все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.